Итак, сегодня у нас тема вебинара обзор конвергентных систем CISCO NCS 5500 серии. Для начала хотел бы представиться. Меня зовут Николай Эльтинофей. Я являюсь инженером отдела сетевого оборудования компании NAC. Наш отдел занимается поставками как БУ, так и нового оборудования таких вендоров как CISCO, Huawei, FUVIT Packard, Arista, Dell. Давайте перейдем теперь непосредственно к вебинару. Итак, линейка конвергентных систем CISCO NCS 5500 представлена как фиксированными моделями форм-фактора 1 и 2 юнита, так и модульными решениями на 4, 8 и 16 лотов. Семейство данных моделей отличается лучшей плотностью на 6 юнита портов в отрасли. На слайде представлены все модели 705-500. Приходим к обзору фиксированных моделей. Первыми младшими моделями в линейке являются 1 и 2 юнитовые модели NCS 55001 и NCS 55002, а также модели с префиксом Scale или SE. 1 юнитовые модели 5501 и 5501 SE имеют значимые аппаратные различия. Как мы видим в таблице, модель SE имеет всего 40 портов 1,10 GF One Factor SFP и 4 порта 40-100 Гбит Ethernet. При этом модель без префикса SE имеет на 8 портов 1,10 Гбит Ethernet больше и соответственно 2 порта 40-100 Гбит Ethernet тоже больше. 2 юнитовые же модели аппаратно не отличаются, но есть одно отличие в архитектуре данных моделей, которые мы рассмотрим чуть позже. Также бы хотелось отметить достаточно низкое энергопотребление данных моделей. Основным отличием как по на юнитах, так и до юнитах моделей Base и Scale модели являются таблицы маршрутизации. Модели с префиксом SE поддерживают в 2 раза больше маршрутов, чем базовая модель. При этом скорость пересылки пакетов на моделях SE ниже. Увеличение таблицы маршрутизации стало возможно за счет небольшого, но довольно-таки важного изменения в архитектуре. В архитектуре модели SE или Scale был добавлен внешний текам. На картинке снизу он выделен красным квадратом. Данный текам позволяет обрабатывать большее количество маршрутов. Если же сравнить архитектуру 1-юнитовых и 2-юнитовых моделей, то мы видим, что на 1-юнитовой модели присутствует 1 ASIC со скоростью 800 гигабит в секунду. На 2-юнитовой модели присутствуют 2 свитч-фабрики, 8 ASIC со скоростью 600 гигабит и пропускная способность на ASIC составляет 720 млн пакетов в секунду. Далее линейка была представлена обновленными НТС-системами под названием 55А1 и 55А2. 1-юнитовая модель имеет поддержку МАКСЕК на части портов, при этом, если взять модель с префиксом SE, SCALE или SS, то МАКСЕК будет уже поддерживаться на всех портах. 2-юнитовая модель также имеет поддержку МАКСЕК. 1-юнитовая модель представлена 24 портами со скоростью 1.10 гигабит Ethernet, а также 24 портами со скоростью 1.10.25 гигабит Ethernet, а также 6 ксфп портов со скоростью 100 гигабит Ethernet. 2-юнитовая модель представлена портами 24, 1.10 гигабит Ethernet, форм-фактор SFP и 16 портов 1.10.25, форм-фактор SFP 25. Также на 2-юнитовой модели устанавливаются 2 МАКСЕК модуля. Если посмотреть на следующий слайд, мы увидим основные модули МАКСЕК, которые можно встретить. МАКСЕК модули представлены следующими моделями. Модель с 12 портами форм-фактора SFP Plus с поддержкой МАКСЕК на всех портах. Модель с портами форм-фактора QSFP 28, модель с портами форм-фактора CFP 2 DCO и смешанные интерфейсы QSFP 28 и DCO. МАКСЕК поддерживается абсолютно на всех МАКСЕК. Также на 12-ю портовой МАКСЕК есть поддержка ОТН. Наличие поддержки ОТН и наличие МАКСЕК модулей с CFP портами говорит о возможности интеграции данного шасси с классическими DVD-м системами. На данном слайде представлена архитектура платформы 55A2. Аппаратная она имеет 1 ASIC с пропускной способностью 900 Гбит в секунду. А также глубокий пакетный буфер 4 Гбита на шасси. Также мы видим здесь вынесенный экстернал ТК, который позволяет увеличить размер FIP до 4 миллионов. Также имеется поддержка МАКСЕК на части портов. Далее переходим к модульным шасси. Модульное шасси в линейке... Всего в линейке есть 3 решения на 4, 8 и 16 слотов под линейный карл. Шасси на 4 слота имеет высоту 7 юнитов и возможность установки до 144 100 Гбитных портов. Шасси NCS5508 занимает 13 юнитов стойки и имеет возможность установки до 288 портов 100 Гбит Ethernet. Шасси на 16 слотов имеет высоту 121 юнит и возможность установки до 576 100 Гбитных портов. Стоит отметить низкое энергопотребление шасси. В среднем это 24-27 Ватт на Гигабит. Все модели имеют возможность горячей замены блоков питания. Здесь в таблице указаны именно порты 100 Гбит. На самом деле на текущий момент в линейке уже есть решения портов на 400 Гбит. Их мы рассмотрим чуть позже. На фронтальной стороне шасси имеются слоты для установки линейных карт и двух управляющих модулей. Также на фронтальной части устанавливаются блоки питания. На тыльной стороне шасси сначала устанавливаются фабрики и поверх них блоки вентиляторов. Также с тыльной стороны устанавливаются системные контроллеры. Направление потока воздуха в порт сайт интейк, то есть забор холодного воздуха со стороны портов и выход горячего потока со стороны блоков вентиляторов, как показано на картинке. Каждое шасси имеет 6 слотов для установки фабрик. На текущий момент есть фабрики первого и второго поколения. Фабрики для 4 слотового шасси имеют 1 асик. Для 8 портового 2 асика и фабрики для 16 слотового шасси имеют 3 асика. Фабрика первого поколения дает 900 гигабит пропускной способности на слот. При установке 6 фабрик пропускная способность на слот возрастает до 5,5 терабит. Фабрики второго поколения обеспечивают пропускную способность до 1,8 терабита на слот. При установке 6 фабрик пропускная способность на слот вырастает до 10,8 терабита на слот. Для работы линейных карт NCS 5700 серии обязательно установка фабрик второго поколения. Данные карты мы рассмотрим чуть позднее. Итак, линейные карты сравнения пропускной способности шасси при установке линейных карт 5500 и 5700 серии. Как мы видим в таблице, линейные карты нового поколения 5700 серии не поддерживаются только в шасси 5504. В остальных шасси данные карты поддерживаются. Пропускная способность шасси с появлением новых карт выросла более чем в 2,5 раза. Так, при установке линейных карт и фабрик первого поколения пропускная способность шасси 5504 составляла 14,5 терабит, 5508 28,8 терабит и на 55,16 57,6 терабит в секунду. При установке фабрик второго поколения и линейных карт 5700 серии пропускная способность шасси 5508 выросла до 76,8 терабит, а пропускная способность шасси 55,16 выросла до 153,6 терабит. Управляющий модуль. На текущий момент имеется 3 вида управляющих ROG процессоров. В самом первом серии вышел ROG процессор NC55RP. Имеет 6 ядер по 2,2 ГГц, 24 ГБ RAM и 256 ГБ Flash. Дальше в линейке появился управляющий модуль NC55RP-E. В нем уже были добавлены поддержки класса B-тайминга и добавлена поддержка GPS. Также был увеличен объем памяти до 32 ГБ и объем флэш до 240 ГБ. Далее в линейке появился еще один управляющий модуль RP-2E. Он схож по характеристикам с модулем RP-E, но была добавлена поддержка класса C-тайминга и более плотное распределение тактовой частоты шасси 1588. Переходим к линейным картам. На текущем флайде показаны линейные карты из серии NCS-5500. Шесть линейных карт с асиками Jericho и три линейные карты на более свежих асиках Jericho+. Карты имеют различный форм-фактор. Поддержка портов 10, 25, 100 GE и 40 GE, конечно. На текущей таблице мы видим, что топовой линейной картой в данной линейке наверняка можно назвать карту под названием NC5536X100G-A-SE, то есть Scale. Работает она на четырех асиках Jericho+, имеет 36 100 гигабитных портов и вынесенную таблицу ТКМ. Количество маршрутов мы рассмотрим чуть позже. Экстронал ТКМ увеличивает количество маршрутов данной карты до 4 миллионов. Пропускная способность карт показана также на картинке. То есть основными, скажем так, топовыми картами являются карты на 36 портов 100 GE. Также есть комбинированные карты 100 и 40 гигабит, ну и карты 100, 40 и 10 гигабит. Далее в линейке появились карты поколения 5700. Первая карта на картинке NCS5724DD имеет на борту 24 порта 400 гигабит Ethernet с пропускной способностью до 9,6 терабит в секунду. Вторая карта 18DD-SE может работать в режиме 18 портов 400 гигабит Ethernet или 30 портов 200 дробь 100 гигабит Ethernet. Третья карта NCS5736H6D-S представляет собой комбинированную линейную карту с пропускной способностью до 4,8 терабит в секунду. Эта карта обеспечивает сочетание портов 40, 100, 200 и 400 гигабит Ethernet с поддержкой MaxSec. Данная линейная карта обеспечивает гибкую конфигурацию портов и порты могут использоваться как 36 100 гигабитных Ethernet портов или 24 100 гигабитных Ethernet портов плюс 12 200 гигабитных Ethernet портов или как 24 порта 100 гигабит Ethernet и 6 портов 400 гигабит Ethernet. На следующем слайде мы видим фид-таблицу линейных карт. А справа на картинке представлена текущая таблица BGP-Fallure, которая имеет уже более 1 миллиона префиксов. Соответственно, в серии есть карты, которые способны принимать до 3 и 4 полных BGP-FallView. То есть в линейке 5700 топовой карты в линейке 5700 почти все карты имеют 5 миллионов IPv4 префиксов и 3 миллиона IPv6 префиксов. В линейке карт 5500 или NC55 топовая карта имеет 4 миллиона IPv4 префиксов и 6-3 миллиона. Соответственно, маршрутизаторы модульные можно использовать как ордер. Следующий слайд показывает финальное сравнение моделей и их применение. Маршрутизаторы фиксированные имеют небольшую фиртаблицу, ну как небольшую, допустим, NCS 5501 SE и 5502 SE имеют до 2 миллиона IPv4 префиксов плюс 750 тысяч префиксов соответственно, различные цели МАКа. Модульные же шасси имеют большую таблицу маршрутизации за счет установки соответствующих модулей. Применение у данных маршрутизаторов очень различное. Это как уровень и драй-агрегации, или цепань. Также 1U модели и 2U модели можно использовать на агрегации. Маршрутизаторы можно использовать в качестве бордеров. Они легко подойдут под масштабированием между крупными ЦОД. Сочетание DVD-м решений маршрутизации и коммутации придают им ту самую конвергентность, которая была заявлена изначально. Ну и подойдут вполне для агрегации крупных узлов, а также для операторов сотовой связи за счет поддержки различных таймингов В, С, класса и так далее. В конце вебинара хотелось бы напомнить вам, что вы можете взять в тест или аренду любое оборудование, также приобрести расширенную гарантию, гарантию Next Business Date, либо организовать встречную замену. Также мы занимаемся выкупом оборудования и трейд-ин. Спасибо за внимание. Сейчас у нас еще осталось немного времени, я немного торопился, запинался, прошу прощения за заминки, перемены в начале. Вот теперь у нас есть много времени, если у вас есть вопросы, готов на них ответить. Я видел в чате уже были вопросы, не видел в объявлении вебинара, что речь идет о БУ, поэтому спрашиваю. Еще раз, мы можем привозить как новые, так и БУ-коммутаторы, маршрутизаторы, любые модели. Нет ограничений. БУ бывает в состоянии like new, open box, либо неоткрытая коробка с каких-то проектах оставшись. Все это мы можем привезти. Ну, какие цены? На текущий момент цену сказать сложно, потому что рынок меняется каждый день-два. Все зависит от того, где мы будем, в каком состоянии покупать и вести это оборудование. Поэтому все цены через обращение менеджеров без проблем. Так. Развитецкая продолжает продавать что-то в России. ЦСКА, официальные дилеры ничего в России сейчас не продают. Но еще раз, оборудование продаем в состоянии и в так и БУ. Без проблем можем и в том, и в другом состоянии привезти оборудование. Нак самостоятельно это делаем. Максим КВРФ можно использовать. Почему они? Так, еще какие-то предложения. Да, по поводу минусов сравнения с R9000 до 9900 серий. Хотел бы, да, еще добавить, что маршрутизаторы конвергентной системы НЦС работают на IOS XR, имеют все его преимущества. L2 VPN, L3 VPN, VXLAN и так далее. Но все фичи, которые есть на XR, поддерживаются на машинтизаторе, на IOS XR, поддерживаются на конвердентных системах НЦС. Единственным минусом, наверное, является то, что его невозможно использовать в качестве браса. На нем нет НАТ и подобных вещей, присущих брасу. Поэтому это либо бордер, либо коммутатор агрегации, ядра, цода, там, да, при необходимости передачи большого объема трафика с малыми задержками. Но в качестве браса, к сожалению, нельзя. А так бы, я думаю, что цены ему не было. Что значит для операторов фиксы, не совсем я понимаю. Подходит ли НЦС-55А1 для операторов фиксы. Давайте вернемся к слайду. У нас, наверное, ввиду, имеется поддержка, как, например, у 55А2 там портов и класс Б, класс С, тайминг нет, у него у модели 55А1 нету поддержки. Может, еще есть вопросы? Ну, хорошо, коллеги, если вопросов больше нет, хотел бы еще раз сказать спасибо за внимание. Извиняюсь, вначале немного запинался, торопился, из-за того, что вебинар начался чуть позже, без технических проблем. Всем хочу пожелать хорошего вечера пятницы, ну, и отличных выходных. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.